Пока молоко стынет, я вырезал в пресс-форму вот такие дренажные кружочки. Засыпаю липазу. Я сейчас буду накладывать сычужный фермент. Хорошо перемешать. Нужно развести в теплой воде. И опустил. Все, крышечка плавает. Вот он, след от крышки пластиковой. Я от радости схватил, потому что оно перестало ездить. И начну нарезать. Чем я буду нарезать? 20 литров. Понадобится 2 пресс-формы. Сито я буду вылавливать потом уже рикотту. Сычужный фермент. Липаза. Это фермент, который придает молочный сливочный вкус. Кальция хлорид. Так как у меня нет сухого специализированного, будет кальциоклорид аптечный. И йогурт. Это как закваска. Пока молоко стынет, я вырезал в пресс-форму вот такие дренажные кружочки. В рюмочке у меня получается йогурта 40 грамм. Так что 2,5 рюмки. Нагрел молоко я до 45 градусов. В общем, остывает долго молоко. Сейчас уже 40, еще градуса полтора-два скинет. И буду закидывать йогурт и липазу. И полчаса крышкой закрою. Все, молоко остыло до 39-38 градусов. Засыпаю липазу. Посыпаю поверх молока. Не болтаю, даю набухнуть. И йогурт. Йогурта 100 грамм на 10 литров. И на полчаса закрываю крышкой. Подогретую воду я сейчас буду накладывать сычужный фермент. Как я уже ранее говорил, ложечки мерные. А на 10 литров понадобится 2 мерные ложки сверху. Все, сычужный фермент я положил. Он сейчас должен будет набухнуть. Температура воды 30 градусов. И полностью растворится. Сейчас я поставлю к плите, там теплее. Чтобы она не остывала вода. Все. Через 20 минут я буду заливать сычужный фермент. Прошло 2-3 минутки. И молоко с йогуртом. Молоко с йогуртом. И липазой нужно хорошо перемешать. Чтобы она везде-везде по всему объему молока равномерно распределилась. И начали эти молочнокислые бактерии размножаться. Держим дальше полчаса. Далее буду уже заливать сычужный фермент, который у меня настаивается в водичке. И хлористый кальций. Добавлю 10 литров молока. 5 мл хлористого кальция. То есть 10 мл ампула у меня уйдет на 2 раза. Ну что, невнимательный. Пошел пока за компьютер смотреть. Хлористый кальций нужно будет сейчас положить. Я должен был положить вместе с йогуртом его и липазой. Сейчас я волью 5 мл в молоко. Прошло 15 минут всего лишь. И оставшиеся 15 минут должно подействовать и хлористый кальций, и липаза, и йогурт. А потом уже сычужный фермент через 15 минут залью. Быстрей-быстрей. Да. Что я хотел сказать. Чтобы не торопиться. Хлористый кальций также. Так же, сначала предварительно нужно развести в теплой воде 5 мл. Ребят, ну все. Вот я залил сычужный. Хлористый перед ним был залит. Температура. Температура в молоке хорошая. 35. Я все перемешал. Все перемешано хорошо. И оставляю густеть. И ловить надо в течение 10 минут, когда начнется загустение. Ловить будем крышкой пластиковой. Это я тоже подсмотрел. Или металлической. Сейчас я помою и опущу в кастрюльку. Взял я вот такую крышечку. Из-под йогурта, кстати. И опустил. Все. Крышечка плавает. Как только крышечка перестанет плавать, значит, началось загустевание. И так, ребята. Я достал крышку. От радости. Вот видите, кружочек. Кружочек. Вот он, след от крышки пластиковой. Я от радости схватил, потому что оно перестало ездить. Прошло 25 минут. 25 минут и встала сыворотка. Таким образом, у нас получается, что нужно выдержать еще точно 25 минут. То есть, половина 12-го я начну нарезать уже сгусток. Итак, мне осталось подождать где-то 5-7 минут и начну нарезать. Чем я буду нарезать? Я буду шампуром нарезать. Я это увидел у Натальи Балденковой. Я прямым шампуром все нарежу. И потом уже вот таким загнутым буду нарезать кубики. Все. И после этого начну шумовочкой все вымешивать. И если будут крупные куски, то подрезать их. Вы видите, у меня сгусток уже отсоединился от стенки. И нарезаем поперек. Оп, опустили. Оп. А вот сейчас вот так помешаю. И дам немножечко отдохнуть. Так, сгусток оседает. Этого делать этого не должно быть. Пресс. Форма у меня готова. Итак, сминаю. Сквозь пальца он не пролазит. Слипся. И распадается. Посолил две чайные ложки соли. А теперь еще один плюс данной тары, которую я куплю еще, сделаю таких пресс-форм. Я могу вешать ее на кастрюлю. Вот прошло 15-20 минут. Ну, я сейчас буду переворачивать сыр. Ну, вот так я вытащил из формы. Отлично отстала баночка. Отпресс. Пока у меня прессовывается серый сыр. Отпрессовываю сыр. До утра. В общем-то, вот она вода у меня уже вскипяченая. Субтитры сделал DimaTorzok